И всем привет, ребят, с вами Мстербаник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим новостям, сегодня у нас четверг и сегодня у нас уже появились новые новости, я так понимаю, что появились не все еще новости, должен быть еще анонс битвы ютуберов, почему-то его до сих пор нету, возможно он появится позже, но пока что о нем информации нет никакой, но зато есть интересный ивент И есть очень неплохое изменение в списке обновлений, которые выйдут уже завтра, начнем с ивента, который начинается уже завтра, именно китайский новый год, с 28 января по 7 февраля рестарта, у нас в игре будет новый ивент С завтрашнего дня у нас 30% скидки по воскресенье, то есть каждый день у нас скидочка сначала в пятницу 30% на магазин, потом 30% на гараж и потом 30% на запуск и 50% на ускорение шагов микропрокачки Я в принципе и говорил, что должны быть у нас уже скидки даже на прошлой неделе, но их делают на этой и в принципе здесь я был прав Появляются новые специальные режимы гонка вооружений с завтрашнего дня по воскресенье и через неделю с 4 по 7 февраля у нас появляется режим легендарные голдоловы, локация Иран И особенность это то, что там будет повышенная частота выпадения голдов, не будет овердрайвов Появляются целых 4 новых спецпредложения Появляется спецпредложение с ежедневными танкойнами, с 10 ультраконтейнерами, 3 днями према и расходкой Премка в принципе тоже неплохо Ну и еще один спецпак с ультраконтейнерами это 300 ультраконтов, которые я так понимаю, что будут продаваться за 20 тысяч И священный сундук по типу рождественского чуда, который содержит один скин-контейнер Его цена мне лично интересна, потому что в прошлый раз у нас сколько стоил? 35 вроде или 40 тысяч танкойнов, да, скин-контейнер Сколько будет стоить сейчас, никто не знает, но цена я думаю, что тоже будет довольно-таки большая Также, конечно же, у нас повышенные фанды и опыт с пятницы по воскресенье, с 28 по 31 соответственно, с 4 по 7, да И появляется новое устройство на твинс в ультраконтах И наконец-таки возвращаются коинбоксы Очень будет интересно посмотреть на их содержимое, потому что Потому что до сегодняшнего дня там остаются все те же бонусы, которые были А вот что будет с завтрашнего дня, никто не знает Возможно, там будут какие-то изменения в этих коинбоксах Если они будут, то, возможно, запишу даже отдельный видос с этим всем делом Появляются особые специальные миссии Две специальные миссии, которые можно выполнить одну только с премиум аккаунтом Другую только если у вас есть боевой пропуск И за ту, если у вас есть боевой пропуск, вы можете получить целых 3 контейнера А миссия очень простая, да Выиграть всего лишь одну катку Оказаться в переднейшей команде в матчмейкинге Ну и тут еще дополнительные спецмиссии Довольно простые, по 1000 очков набрать в каждом режиме И в сумме можно зафармить Сколько тут? 5, 10, 15, да И здесь еще 4, да То есть итого 19 ультраконтейнеров можно зафармить За вот этот вот замечательный ивентик И это еще не все Также появляется еще одна супермиссия Которой нужно каждый день завершать по одному бою Оказаться в победившей команде Из-за этого вы получаете один обычный контейнер Если вы выполняете все это дело на протяжении Полутора, я так понимаю, недели Да, с 28 по 6 То получаете еще 300 танкойнов себе в копилочку Тоже очень неплохой, приятный бонус Конечно, не 2000 танкойнов, но 300 танкойнов Я думаю, что лишний, например, для моего без доната Явно не будет Что-то интересное у нас уже есть Ну и по спецпакам тоже я скажу Что здесь спецпаки, ну, смотрятся круче, да Единственный вопрос, к чему у меня есть Это к тому, какой же будет дроп с этих ультраконтейнеров, да Если он будет, ну, такой себе, то эти 300 контейнеров тоже, ну, так себе выглядят, да Если там что-то годное дропнет, ну, ты, конечно, не знаешь, да Есть там какой-то дополнительный плюсик Может, какие-то изменения даже есть в этих ультраконтейнерах Которые выйдут у нас завтра Ну и новости Список изменений Здесь у нас добавляется новое устройство на Twins Появляется на витрине покупка контейнеров за кристаллы А именно стоимость его будет 1230 кристаллов И вы раз в сутки сможете забирать оттуда за 1230 кристаллов по одному конту То есть это какая-то дополнительная формилка, которая была у нас с осколками Только здесь у вас будет возможность просто покупки ежедневно по одному контейнеру Я считаю, что как альтернатива Это, в принципе, ну, неплохая штука Неплохая, неплохая Дальше с витрины у нас убираются все предыдущие спецпредложения и комплекты Они будут появляться в новой... в новом интерфейсе Ой, случайно щелкнул В новом интерфейсе Который уже появится, обновится с магазином Там будут какие-то контракты, написано что-то еще в этом духе Добавленная задержка перед запуском овердрайвов 1,1 секунда Теперь все овердрайвы, кроме вас по овердрайвам Будут иметь дополнительную задержку при его нажатии и прожатии Не знаю, зачем это делается Но здесь написано, что это якобы повлияет на скилл И, возможно, это обновление сделано непосредственно для киберспортивного года и турниров в целом Статус эффект эми теперь отправляет на кулдаун ремкомплекты и мины То есть, если, например, раньше после эффекта эми у вас был 5 секунд кулдаун на всю расходку Плюс аптеки, плюс мины То теперь мины и аптеки не будут зависеть от того Отпускают вас на этот кулдаун Отключают вам расходку за счет статуса эффекта вот этого эми Или нет То есть, у вас кулдаун будет как шел, так и будет идти на аптечку и на мины Хопера бустят Бустят ему, увеличивают прыжок и также максимальную высоту При этом нерфятся все остальные летающие, парящие корпуса Паладин, Крусейдер, Орес Не сказал бы, что это сильный нерв Но при этом Орес, да То есть, Орес у нас немножко бустанули Дальность молнии и овердрайва увеличили до 10 метров Дальность взаимоподрыва шаров разных команд уменьшена до 5 метров То есть, взрываться между другом шары станут реже При этом дальность молнии увеличена Надеюсь, что это забустит Орес Но занерфит все остальные летающие корпуса Но я имею ввиду именно Паладина и Крусейдера В принципе, с этим я согласен Также есть изменения в рангах Здесь по дроном По расходке В принципе, особо здесь говорить не о чем Вы, в принципе, все эти звания можете сами посмотреть Единственное, отмечу только Кристальные ящики понижены до Мастер-Сержанта И, как говорится, хорошо Что их станет меньше на нормальных званиях Потому что я считаю, что эти ящики по 10 кристаллов Намного хуже, чем поднимать расходку И за счет этой расходки уже можно там дополнительные киллы какие-то давать И, в принципе, ну, как по мне, это намного лучше Чем 10 кристаллов получить и 10 опыта, да С этого одного ящика Это такое-се Такое-се Дальше Исправили у нас Ошибка в мобильном клеете с физикой танка Когда две шаровые молнии Смечтожаются на карте В разделе кланов Поиск Парирури Парирури Ну, короче, такое Исправленное поведение этих счетов На движении прыжки Полеты в режиме паркур Вот это, кстати Вещь, которая Когда-то у нас даже тоже встречалась У одного из игрока Нашей команды Поэтому Очень и очень хорошо Единственное, чего я хотел ожидать От этого обновления Конечно же Гонки Ой, гонки Говорю Битвы ютуберов Но почему-то ее до сих пор нет Надеюсь, что уже в скором будущем Она появится Может быть, завтра это появится новость Но вообще, по идее Сегодня у нас должна была быть она Потому что По идее Уже с завтрашнего дня Должна была стартовать Битва ютуберов Но, возможно, там есть какие-то Недочеты Которые еще не выполнены Поэтому ожидаем эту новость Пишите, что вы думаете по поводу Вот этих двух Замечательных новостей По поводу нерфов корпусов И по поводу Нерфов, по сути Всех овердрайвов Да Пишите, что вы думаете По этому поводу Поддерживайте видос лайком Подписывайтесь на канал Если еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Ну а с вами был мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok